Редакция Бавлы Информ продолжает проект «Мы не одиноки». Героиня сегодняшней передачи – Бавлинка Наркиз Шамсуновна Якупова. У нашей собеседницы красивое имя, как у весеннего цветка – Наркиз, в переводе на русский – Нарцисс. Милая, общительная, улыбчивая женщина проживает в своей уютной квартире одна. О недавно прошедшем юбилее героине напоминают прекрасные цветы в вазе – воздушные шары. Дочь и внучка Наркиз Якуповой живут вдалеке от нее. Пенсионерка не одна, как она сама говорит, ее окружают самые лучшие соседи и подруги. Несколько раз в неделю к пожилой женщине приходит социальный работник Светлана. Наркиз Шамсуновна с огромным нетерпением ждет свою помощницу. Соцработник приберется в доме, ходит в магазин за необходимыми продуктами, делает все, чтобы у подопечной был везде порядок. Приятная традиция совместной чаепития. За столом они любят обсуждать разные темы. Я родилась в Киргизии. И есть по радиопередаче «Встреча с песней». И вот я туда написала письмо. Как раз это говорит о том, какое было у меня детство. Я училась в третьем классе, и ко мне заходили мои одноклассники. И вот, как я вам говорю, заходил Саша Савченко к Лидии Лебедевой. Саша Савченко украинец, Лидия Лебедева русская. Они потом вдвоем заходили к Пашахон Таштампуловой. Она киргизская. А потом они трое заходили ко мне. То есть я татарка. И вот мы никогда не чувствовали разницу в национальности. Настолько мы были родные люди. Детство прошло, можно сказать, отлично. Потому что дружили с друзьями, с учениками. Школа нас очень хорошо воспитывала. Из Киргизии семья переехала на малую родину родителей в Вашкортостан. На тот момент Наркиз Шамсуновна перешла в пятый класс. Мы загрузили все свои вещи. Там асфальтированная дорога была. И вдруг машина не может двинуться. Люди, киргизы, легли на асфальт. Ага, не уезжай. Отец вышел и говорит, дорогие мои, вы живете у себя на родине. Я тоже хочу на родину. И мы приехали в Башкирию. Любознательной девочке нравилось изучать языки. Она знала киргизский, немецкий и английский. В Бавлах научилась говорить на татарском языке. Мама и папа, несмотря на то, что пятеро детей, и двое уже закончили институт, меня готовят тоже в институт. А я пожалела отца. Он один работал, за мной еще двое. Я немножечко схитрила. Я поступила в техникум. В Уфе техникум статистический назывался. Я приехала, а мама такая очень встревоженная. Поступила ли я в институт? А я говорю, я поступила в статистический техникум. А она, а кем ты будешь? А я говорю, я не знаю. Она говорит, отец, иди сюда. Она не знает, куда поступила. Отец спрашивает, какой техникум? Я говорю, статистический. О, там голова нужна. И мама успокоилась. А я там два года проучилась. Потом мама однажды разговаривает со своей подругой и говорит, вот у моей подруги дочь учится в Казани. А мои? Ее, значит, вы все учились. Я говорю, ну-ка, я в Казань поеду учиться. Я поступила в финансо-экономический институт. Мне очень нравилось учиться. И вот эти экзамены. А, еще к тому я хочу сказать. Отец мой вот в Киргизии работал директором школы. Наркиз Шамсуновну поставила себе цель учиться только на хорошие оценки. Никогда не получать тройки. Ну, а в институте я на тройку сдала историю КПСС. Там столько дат и людей было. После института она работала статистиком в одной из деревень Менделеевского района. Затем трудилась экономистом на химическом заводе в Менделеевске. Работала уполномоченным в стройбанке. Вдруг звонок от управляющего стройбанка. Тогда Бухина Валентина Петровна работала управляющим республиканским стройбанком. Она звонит мне. Мы вас посылаем в Бавлы управляющим отделением. А я немножечко трусливая. Вы уже поняли. Я думаю, пусть она подумает. Может быть, она передумает. И вдруг она 30 августа звонит и говорит, «Если вы 1 сентября не будете в Бавлах, я вас увольняю». Пришлось приехать и вот пожить в Бавлах. А Бавлы мне очень понравились. Прямо после Менделеевска это не зря называют Бавлы татарской швейцарии. Молодая семья Наркиз-Якуповой переехала в Бавлы в 1981 году. Некоторое время она успела поработать и в народном контроле. Все-таки Наркиз Шамсунов не судьба приготовила иной поворот событий. Ее пригласили обучать студентов в Бавлинский профессиональный лицей номер 82. Так она стала преподавателем предметов основы экономики. Экономика сельского хозяйства и промышленности. Бухгалтерский учет. Проработала преподавателем более 20 лет. Работу оставила только в 70 лет. Ее студенты были частыми участниками Олимпиад. Время проходит быстро и почти незаметно. Наркиз Шамсуновне совсем недавно исполнилось 80 лет. Когда она остается одна, часто с теплотой вспоминает свое прошлое. А прошлое, конечно же, связано с семьей, когда все жили вместе. Любимого супруга Аскара давно нет в живых. Одна, единственная дочь живет в Германии, а внучка в Казани и не может часто приезжать. Вернулись мы с Наркиз Шамсуновной в далекие времена ее молодости, когда она совсем еще юной девушкой встретила своего будущего мужа. Статистический техникум, да, галь козлару кодолар. Он да, бар и деджер. На 9 мальчишек, 10 девчат. Я думаю, вот я, 10-я, это и я. Я никогда не выйду замуж. Я буду следить за родителями, их опекать. А замуж я 10-я, я некрасивая, я то да сё. И вдруг, вдруг, я вот оказалась в Менделеевске, и там, значит, это, пришла на почту отправлять какую-то это, и вдруг какой-то паренек. Когда мне сдавали, это, деньги обратные, в общем, копейки, я их уронила. Этот паренек подошел, собрал эти копейки и мне дает. Я говорю, нет, я их потеряла, это вам. И сама побежала. За мной он бежит. Говорит, девушка, девушка, а вы где живете? Я говорю, нет, я сюда приехала на командировку только. Я же знаю, что ни за кем я тут не буду. Никто на меня не обратит внимания. Потом, в следующий раз, в кино пришли с подружкой. Я так оглянулась, он сидит там. Ладно, пошли, пошли. И вдруг эта подружка ушла, а он за мной. И говорит, никакая вы не командировочная, вы живете вот в этом доме. Вот то-то, то-то, то-то. И вот таким образом оказалась замужем. По словам Наркиз Шамсоновны, они прожили более 50 счастливых лет. Супруг был заботливым, трудолюбивым и хорошим семьянином. В Менделеевске квартиру дали, и в Бавлах квартиру дали. Вот хочу сказать, что я приготовила везде, получала грамоты. Могут молодежь сказать, ну что там грамоты, бумага, да, и так далее. Но мы так работали, что были достойны, но зато мы получили бесплатные квартиры. Наркиз Шамсоновна любит пересматривать фотографии своей молодости, детей, внуков. Для нее это большая радость. Почти каждый день она общается по телефону с дочерью и с внучкой. На сегодняшний день Наркиз Шамсоновна не считает себя одинокой, хотя и давно живет одна. На улицу выходит очень редко, так как у нее болят ноги. Я удивляюсь благородству людей, особенно работников организации «Милосердие». Это вот ко мне, я знакома была с Розой, потом после Розы, вот Светлана, еще вот Светлана заменяла. Я прямо удивляюсь, как можно быть так доброжелательной там, старикам. Казалось бы, мы уже все, отработанный материал. Но они так относятся к нам. Светлана, как будто бы она понимает меня с полуслова. С полуслова. Она прямо вот... А мне сейчас нужны подсказки, потому что мы это, как говорится, возраст. И вот после болезни я вот такая стала. А так я очень благодарна. И дочь, и внучка обратились, чтобы они ухаживали за мной. И они так вот... Спасибо внучке, что она меня натолкнула на таких людей. И спасибо руководству, вот, организации «Милосердие». И спасибо всем их работникам. Они такое благородное дело делают. То есть нас не оставляют одинокими. Мы вместе с ними. Они рассказывают и происшествия какие-то, какой город. Мне даже вот сейчас двигаться по городу нельзя. А они рассказывают, что вот побывали там-то, побывали... В общем, я очень благодарна. Благодарна и руководству «Милосердия», и всем работникам. И желаю, чтобы им повысили зарплату. Светлана Валитова соцработником работает не более года. На ее попечении пятеро людей пожилого возраста. Мы с Наркисом непосредственно работаем год. К ней прихожу, по хозяйству помогаю, по дому, что надо, что попросят, делаю. За продуктами хожу, необходимые все приношу, лекарства по необходимости приношу. И так вместе уж посидим, поговорим по душам. Она ждет. Она ждет меня всегда, да. Мы с ней созваниваемся часто. Потом, перед тем, как прийти, уж я ей позвоню, прихожу. Вот так. Какая она женщина? Она очень, очень добрая, очень открытая, очень отзывчивая. Каждый день Наркис Шамсуновна ждет звонка от своих самых дорогих людей, от детей. В основном время проводит за чтением книг. Никогда не унывает. Живет и радуется каждому дню. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Рамазан. Субтитры создавал DimaTorzok Рамазан. 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 Посп Seok-ку read the общество of転校 которые избаврали сверху и руководов Голландии Играет музыка. Спасибо. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...